Здарова, парни! Это Шамшурин. Всем скорейшего мира, каждому из нас. И тема видео следующая. В чем истинная причина всех обломов, неудач, разочарований и расстройств, которые мужчина испытывает с женщинами? Я это испытывал в свое время, и возможно сейчас ты находишься в подобной ситуации. Обязательно досмотри это видео до конца. И начать я хочу с очень важной темы, с того, что 90% мужчин, большинство абсолютных мужчин, общаются с женщиной с позиции снизу. То есть они ухаживают, добиваются, уговаривают, просят, умоляют. Они очень сильно боятся потерять какую-то желанную женщину. Или настолько сильно хотят получить желанную женщину, что это желание намного сильнее, чем даже часто собственное самоуважение. Как так получается? Почему так происходит? Конечно же есть ряд причин. Первая причина, что обществу не нужны сильные мужчины. То есть система не нуждается в таких мужчинах. Если мужчина не может ничего решать внутри своей семьи со своей женщиной, не может там реализовывать свои желания или чем-то управлять, то естественно, что такой мужчина не сможет ничем управлять и ни на что влиять в более глобальном смысле. И ты понимаешь, что я имею в виду. Далее, второе, это женское воспитание. Большинство из нас воспитывались мамами, бабушками, сестрами, кем угодно. И это все воспитание, как правило, было женщинами под женщины. И даже если мужчина был номинально, то часто такое бывало, что его мнение просто никак не учитывалось, вообще не было никому интересно. Третье. Все воспитатели в детском саду, в школе, в преобладающем большинстве, в подавляющем большинстве, это женщины. И они воспитывали нас, мальчиков, так, что это же девочка, нужно ей уступать. Ты же будущий мужчина, ты же воин, ты должен, ты обязан, то, сё, третий, десятый. Вот ей можно, а тебе нельзя. Потому что она девочка. Давай сделаем ей исключение, давай уступим и так далее. И парень вырастает, уже приходит во взрослую жизнь с ощущением того, что женщины это какие-то королевы, причем это не просто ощущение, это вдолбленный ему в голову, как микрочип такой вложен. Женщина это что-то богоподобное, а я вот мужчина, который должен там угождать, убеждать, уговаривать, соответствовать и так далее. Далее четвертая причина это творчество. Даже если попросить какое-то количество художников, дизайнеров, вот мы, например, искали себе нового дизайнера, попросили, нарисуй нам для лендинга 15 шагов какую-то нужную нам тему. И мужчина нарисовал, что такая лестница в небо, там стоит женщина такая надменная, и парень, который вот так вот в просящей позе хочет по этим ступенькам по 15 шагам пройти. То есть большинство из них нарисует мужчину в просящей позе с цветами, с дарами, с подарками, которые упрашивают одобрение со стороны женщины. И женщина, которая такая смотрит и выбирает, там выбрать, не выбрать. Вот так вот. И пятая причина, почему так произошло, это кинематограф, это музыка, это все вот эти СМИ, все вот это транслирует позицию снизу. Все эти песни из серии, ах, какая женщина, какая женщина, вот это бредятина. Или даже вот этот общеизвестный фильм Саша Таня, сериал, я его не смотрел, но так отрывками включал периодически, чтобы понять, кто там снимается. Вот. Насколько я успел увидеть, вот эта Таня полностью поглотила волю этого Саши. Ну, хотя это, естественно, только исключительно его вина. Он просто решил стать таким каблуком. Но у них там дошло до того, что он спрашивал у своей женщины, можно ли ему сожрать кусок колбасы из холодильника. Как так? Таким образом, общество и социальное программирование навязали мужчинам такие правила, правила игры, которые заведомо для них не выгодны, а выгодны только для женщин. То есть, играя по таким правилам, мужчина заведомо обречен на неудачи с женщинами, на то, что он им проиграет. И складывается полное впечатление, что женщина выбирает тебе мужчину, а мужчина просто пытается быть выбранным. И дальше в этом видео я буду рассказывать тебе о том, как женщины тебя обманывают всю жизнь, и о том, что случится с твоей жизнью, если ты не займешь позицию сверху. Поэтому обязательно досмотри это видео до конца. Но прежде чем ты будешь смотреть, у меня есть для тебя супер отличная новость. Я решил дать каждому из вас возможность перепрошиться в позицию сверху. И поэтому я решил дать доступ каждому из вас, доступ к моей системе, системе Шамшурина, всего за 1490 рублей. И ты уже 100% слышал о моей системе, но почему-то многие из вас до сих пор ее не внедрили. Она состоит из фундаментальных знаний, которые необходимы каждому мужчине. И далее здесь в этом видео ты увидишь и услышишь информацию, которая буквально отрезвляет каждого здорового мужчину. И когда ты его досмотришь, сразу же переходи по ссылке внизу и получай доступ к первому модулю моей системы. И дальше переходим к моему любимому рисунку. Что ты видишь здесь? Здесь ты видишь, как мужчина, один из них с цветами, действует по правилам, которые ему навязало общество, социальное программирование и вообще система. Но здесь ты также видишь, что есть мужчины, которые играют с женщинами по своим правилам, неизвестным для многих, и это дает совершенно другие результаты. И когда я спрашиваю мужчин на своих тренингах в первый день обычно, ребят, как вы понимаете этот рисунок? Да, большинство из них прям понимают, что да, он общается как-то не так, он вызывает эмоции, он общается с позицией сверху, он делает то, что он хочет, он крутой, он плохой парень, вот ему можно, а тому нельзя. Но, как показывает практика, что эти люди все равно не до конца понимают, что такое позиция сверху. То есть, они думают, что это перестать делать девушкам комплименты, перестать там, не знаю, заботиться о них, что-то делать для них хорошее. То есть, перестать делать для них все, что угодно, что может быть им приятно, то есть, пуститься в какую-то крайность. При этом ты можешь прийти на свидание с огромным букетом цветов, но сохранять свою позицию сверху. Потому что, как только, если, не дай бог, женщина начинает посягать на какие-то твои границы или вести к тебе, по отношению к тебе и себя неуважительно, ты тут же это пресекаешь. Либо ты можешь прийти без цветов, потому что ты такой плохой парень, там, да, я с позиции сверху, я не добиваюсь, не ухаживаю, но при этом там просто растаять, потому что женщина будет тебя вот так вот крутить, вертеть во всех позах, и ты будешь вот так на задних лапках с ней общаться. Не связано это ни с какими цветами, ни с вызовом такси и ни с комплиментами. И даже у тех, кто уже долго смотрит мой канал, какие-то мои ресурсы читает, у них есть две проблемы, которые так никуда и не делись до сих пор, и поэтому, собственно, я решил замутить такую акцию. А проблема выглядит так. Первая проблема, что они все понимают, что нужно общаться с позицией сверху, все прочее, все, договорились с самим собой. Но как только появляется на горизонте какая-то девушка чуть лучше, чем остальные, все, это все буквально куда-то улетает, и включаются все старые паттерны поведения. На автомате ты превращаешься в зефира. И вторая проблема заключается в том, что, да, они понимают, что этот мужик общается с позицией сверху, да, они знают, что он какой-то не такой, он вызывает какие-то эмоции, но как стать таким мужчиной, у них нет никакого понимания, у них нет пошаговой инструкции. Но прикол в том, что становиться специально таким мужчиной никому не нужно. В тебе уже есть этот режим, его нужно просто включить, включить в себе режим позиции сверху. И самое интересное, что женщины реально воспитывают мужчин с позиции снизу. Всеми возможными способами. Они говорят, добивайся, ухаживай, будь хорошим, будь удобно, то-то, то-то, будь джентльменом. Но хотят физически, и тянутся они совершенно к другим мужчинам. Вот такой вот прикол. И, например, если спросить на улице какое-то количество женщин, как мужчина должен себя вести, каким он должен быть, для того, чтобы вам понравиться вот именно в самые первые встречи, в самые первые свидания. Для того, чтобы ты прям сказал, да, он классный. Большинство из этих женщин скажет, что он должен быть интересный, галантный, вежливый, внимательный. Ну, цветы и подарки тоже, конечно же, приветствуются. Он должен заботиться обо мне, он должен там это, он должен то, он должен третье и десятое. Ни о каких приставаниях, конечно же, в первые несколько встреч, и уж тем более о сексе на первом свидании, вообще никакой речи быть не может. Но если придерживаться их советов и их пожеланий, то это самый кратчайший и самый прямой путь в друзья к любой девушке. Я думаю, ты уже убедился в этом. Где логика, да, то есть, как бы, почему так нелогично? То есть, они говорят, что нужно вести себя так, а хотят совершенно других мужчин. Хотят вот этих с вилкой на башке. И, с другой стороны, откуда ты вообще взял у женщин какую-то логику? Почему ты решил, что там можно рассчитывать на какую-то логику? Но логика есть, и она совершенно объяснима. Есть определенные законы, от которых зависит выбор женщины или не выбор того или иного мужчины. Что она там захочет с ним быть или не захочет с ним быть. И они, по большей части, биологические. И что тебе нужно сделать, чтобы иметь успех у женщин? По сути дела, две вещи. Первое, нужно понять, что это за законы. И второе, нужно суметь интегрировать эти законы в свою жизнь. Потому что это тоже очень важно. И нужно правильно их туда встроить. То есть, не просто перестать делать комплименты там, или делать какие-то шаги навстречу женщинам, проявлять инициативу, может быть, заботиться. Нет, совершенно не так. И у многих мужчин есть только две крайности. Либо они хорошие парни, либо они превращаются в мудаков. Не то, не то, неправильно. И все изменится в твоей жизни только тогда, когда ты начнешь играть с женщинами по своим правилам. Перестанешь играть по их правилам. Перестанешь пресать под их дудку. Начнешь выходить за рамки вот этих вот социальных шаблонов поведения. И начнешь включать в себе самоуважение. Это очень просто. И снова о моей системе. Я просто убежден, что мою систему нужно буквально преподавать детям в школах. Мальчикам, естественно. Потому что в школе нас научили чему угодно, часто вообще чему-то бесполезному, но не самым главным вещам. Самые главные вещи, чему нужно учить мужчину, мальчика в школе, это умение зарабатывать деньги и умение строить отношения с женщинами. Это два ключевых фактора, без которых любой мужчина просто пропадет. И если бы у тебя была раньше эта информация, ты бы не набил бы себе столько шишек и не расстроился бы такое количество раз. Даже больше скажу, у многих мужчин жизнь сложилась бы совершенно иначе. У меня есть моя система, система Шамшурина. Она состоит из пяти модулей, каждый из которых стоит 10 тысяч рублей. Каждый этот модуль отдельный продукт, который решает и закрывает определенный вопрос с женщинами. И сейчас я решил каждому из вас открыть доступ к первому модулю моей системы, к самому фундаментальному модулю, который называется «Философия общения с позицией сверху. Настоящие правила игры. Как включить в себе сильный ген». Вместо 10 тысяч ты сможешь забрать доступ к нему всего за 1490 рублей. И после того, как ты внедришь этот первый модуль моей системы, ты получишь такие результаты. Самое главное, ты каждой клеточкой своего организма прочувствуешь включенную теперь в тебе мужскую значимость и ценность. Ты поймешь, что это такое чувствовать себя значимым мужчиной. Далее ты сможешь влиять на свои результаты в общении с женщинами на каждой стадии этого общения. Независимо это знакомство, свидание или отношение. Ты научишься включать в себе того самого плохого парня, при этом без крайностей и, самое главное, оставаясь самим собой. Ты раз и навсегда найдешь для себя баланс брать-отдавать с любой девушкой. Позиции сверху и позиции снизу. В чем их принципиальное отличие, как правильно это понимать. Теперь ты будешь общаться с женщинами, не унижаясь, не упрашивая, не уговаривая. И самое главное, ты узнаешь настоящие правила игры. Как все работает на самом деле. И, конечно же, ни одна женщина больше не сможет тебя обмануть. И почему я вообще так дешево решил дать тебе доступ к этому модулю? Откуда такой аттракцион невиданной щедрости? К модулю, который действительно является результатом, как и вся моя система, огромного моего многолетнего труда. То есть я туда очень много вложил. Почему это так дешево? Потому что я на 100% уверен, что как только ты посмотришь этот модуль, ты сразу же захочешь внедрить и все остальные модули моей системы. Это некий тест-драйв. Пожалуйста, смотри, я знаю, какой результат ты получишь. И офигев от этого результата, ты захочешь закрыть и другие вопросы с женщинами. И уже возьмешь всю мою систему. И, кстати, этот доступ сейчас ты не просто должен купить, ты должен сделать еще какой-то первый шаг. То есть обязательно посмотри сразу же, как только оплатишь, хотя бы там один-два урока. Это очень важно, тем более, что этот доступ дается по такой цене, конечно же, не навсегда. У тебя будет всего лишь 10 дней, чтобы посмотреть этот модуль. Для чего я это делаю? Конечно же, в том числе и для того, чтобы ты не откладывал это в долгий ящик и смог внедрить все мои знания в свою жизнь. Подробности по ссылке под этим видео обязательно не прощелкай эту возможность, которую я сделал только для тех, кто знает меня, смотрит мой канал, и только для своих. Итак, что будет, если ты не внедришь этот первый модуль? Ты будешь знакомиться с девушкой раз в пятилетку, и это будет какая-то топовая девушка. Ты будешь думать, все что угодно сделаю, лишь бы она была моей. И когда она все-таки согласится пойти с тобой на свидание, это будет время, когда ей удобно, и место, где ей удобно. И ради этого тебе придется отменять какие-то свои дела, возможно, какие-то бизнес-встречи. Далее. Возможно, ты будешь прогибаться под женщин, когда она будет говорить, когда она будет ставить ультиматум, типа, если ты не вызовешь мне такси, я никуда не поеду. Далее ты будешь придумывать культурные программы и водить девушек по дорогим ресторанам и кафе, лишь бы только ей понравилось, лишь бы только ей зашло, лишь бы только она оценила. Ради расположения девушек ты будешь жертвовать своим комфортом, своими желаниями или нежеланиями. Ты будешь делать все, чтобы только им понравилось. Ты будешь показывать свой телефон девушке, только бы она не расстроилась. Конечно же, смотри, я тебя не обманываю, никого там нет, ни с кем я не переписываюсь. А может быть, у некоторых будет и так, что девушка скажет, ты знаешь, я сейчас думаю, может быть, вернуться к бывшему или остаться с тобой. А ты будешь сидеть и ждать ее решения, как будто ты какой-то предмет интерьера. Все это про жесточайшую позицию снизу. А может быть, ты пойдешь с девушкой на свидание, и вы будете целоваться, ты будешь ее трогать везде, везде, везде обнимать. И ты так и не решишься пригласить ее к себе домой, потому что несколькими минутами ранее она сказала, все вы мужчины одинаковые, вот вам всем нужен только секс, все вы хотите только этого, вот и ты такой же. И ты подумаешь, нет, нет, что-то, я не хочу, чтобы она так подумала обо мне. Ты просто проводишь ее домой, а завтра она просто не будет брать трубку, когда ты ей звонишь. Или же ты будешь долго ухаживать, там красиво, цветы, помогать ей и все прочее. А в конце просто услышишь эту фразу, к сожалению, ничего кроме дружбы я предложить тебе не могу. И причина всего этого – это элементарное непонимание женской психологии и неумение видеть женскую сущность. Не зная настоящих правил игры, мужчины теряют деньги, тратят время, энергию, ресурсы. То есть они не могут распознать достойную девушку или девушку, непригодную ни для каких отношений. Мужчины вынуждены разводить женщину на секс. Как это звучит? Как будто бы женщинам этот секс вообще не нужен. Стратегия почти у всех мужчин одинаковая, практически одинаковая. Сначала делать все для того, чтобы девушке понравилось, красиво ухаживать, а потом уже как повезет или не повезет. Но даже если такой мужчина добился женщины, которая на него согласилась, то нередко семья строится по принципу тотального неуважения к мужчине и по принципу того, что все вокруг этой женщины вертится в отношениях. То есть все только ради нее и для нее. А потом доходит до того, что мужчина должен спрашивать, можно ли ему сделать то или можно ли ему сделать это. И в конце концов такие браки или такие отношения, они рушатся. А это дележка имущества, это несчастные дети, это куча нервов, времени, сил, энергии и ненависть, ненависть, ненависть. Вот те самые ужасные последствия, к которым может привести незнание правил этой игры. И это вполне себе объяснимо и неудивительно, что так получается у большинства мужчин. Потому что большинство из них так и продолжают следовать тем инструкциям, которые они увидели в кино или где-то в книгах. Так и продолжают реализовывать программы своих родителей. Многие мужчины до сих пор спрашивают у подруги или у сестры, как мне понравится вот этой девушке. Конечно же она будет говорить тебе ненастоящие правдивые вещи. Она будет говорить, нужно ухаживать, нужно больше внимания и так далее. Это так же глупо, как спрашивать у сопернической команды, как нам вас обыграть. А какие-то мужчины спрашивают совет у друзей, которые воспитывались в той же парадигме, у которых те же самые ценности и ошибки. Поэтому для большинства мужчин общение с женщинами это рулетка или лотерея. Но на самом деле все не так. Здесь есть закономерности. Все вполне логично и взаимосвязано. Все очень взаимосвязано. Между твоим поведением и реакцией женщины на твое поведение есть самая непосредственная прямая связь. И моя система в буквальном смысле научит тебя играть в шахматы. Когда ты будешь предугадывать и видеть любую ситуацию на 10 шагов или ходов вперед. Не рассчитывая ни на судьбу, ни на везение, ни на то, что вдруг прокатит. А рассчитывая только на те знания и навыки, которых теперь у тебя будет просто выше крыши. И знаешь в чем секрет? Знаешь в чем ключ к сердцу любой девушки? Женщины хотят быть только с теми мужчинами, которые не играют по их правилам. Которые общаются с ними с позицией сверху. У которых включен их активный ген. Это закон природы, это не я придумал. Это данность, действительность и реальность. И только таким мужчинам женщины захотят подчиняться. И только таких мужчин они захотят физически. И как включить в себе этот сильный ген? Это сделать очень просто. Первый модуль моей системы по супер халявной цене. Ограниченное количество дней это предложение действует. И он будет доступен тебе в течение 10 дней после оплаты. Увидимся там. Пока.